Эльвира Сахиповна, здравствуйте. Добрый день. Новая реальность. Центральные банки имеют большое влияние, определяющее влияние на денежно-кредитную политику и в целом на экономическую политику государств. Последнее время именно усилиями центральных банков был остановлен кризис. Как вы думаете, не зашли ли центральные банки слишком далеко в этой огромной эмиссии? И не взяли ли они на себя слишком большую роль, как спасители всего экономического механизма? Вы знаете, роль центральных банков выросла в кризис 2008-2009 года и после этого. Сейчас, мне кажется, наоборот обсуждают, что роль центральных банков становится чуть меньше. И на первый план выходят фискальные стимулы, бюджетные стимулы. Мы видим, как в Америке обсуждаются большие фискальные стимулы. Но действительно, и в пандемический кризис, который был сам один сложный кризис для всех, и это не финансовый кризис, не экономический, это кризис, который начался с проблемы здравоохранения и, конечно, перешел в сферу экономики и финансов. Центральные банки сыграли большую роль, проводя мягкую денежно-кредитную политику и давая дешевые ресурсы в экономику. То же самое делал и Центральный банк России. В прошлом году мы проводили действительно мягкую денежно-кредитную политику. На наш взгляд, это было абсолютно оправдано, потому что экономика упала, спрос упал, и надо было и поддержать спрос, и дать экономике возможность быстрее восстановиться. Но обратная сторона этого – усиление инфляционного давления. Мы везде, по миру видим это. Если вы посмотрите на Соединенные Штаты, инфляция, последнее значение – 4,2%. Это больше даже, чем наша цель, не говоря уже об их цели 2%. И у нас повышение инфляционного давления, поэтому это потребует коррекции политики. Мы уже стали корректировать свою политику. Много или мало, большая или маленькая роль центральных банков, знаете, это тяжело оценивать. Важно же оценивать последствия действий, чтобы позитивные эффекты преобладали над негативными. У мягкой денежно-кредитной политики, у постоянно мягкой денежно-кредитной политики, конечно, есть и негативные последствия, они проявлялись еще до пандемии. И тем не менее, сейчас основные центральные банки мира, они не повышают ставки и говорят о том, что у них есть еще запас прочности финансовой системы. И та инфляция, которая уже проявилась, о которой вы сказали только что, она временна. Нет ли опасности того, что центральные банки мира... Я понимаю, что вы не можете, наверное, говорить за Федеральную резервную систему, мы к нам потом вернемся, но потому что мы все-таки тоже встроены в мировую финансовую систему и действуем в фарватере центральных банков мира. Вот они не стали повышать ставки, а центральный банк России стал повышать ставки. Так же сделали некоторые другие развивающиеся страны. Сейчас заговорили о том, что этот дисбаланс может привлечь огромный поток капитала, и это может создать в будущем серьезные проблемы. Вы видите такую проблему? Да, абсолютно правильный вопрос, абсолютно в точку. Действительно, многие ведущие страны, центральные банки ведущих стран, рассматривают вот это повышение инфляционного давления как временное. Что есть ограничение на страны, не предложение. Предложение быстро подстроится, инфляционный фон уйдет. У нас мы свою инфляцию, нашу инфляцию рассматриваем сейчас как более постоянную. Так и может быть, потому что в других странах, в странах развитых, прежде всего в США, заякорены низкие инфляционные ожидания. У населения? У населения, но и участников финансового рынка. У нас они, как ответ на повышение инфляции, особенно по таким чувствительным позициям, как продовольствие, у нас выросли инфляционные ожидания. Они на повышенном уровне несколько месяцев. Они на повышенном уровне, это максимум четырехлетний. И это меняет поведение людей и делает, и провоцирует так называемые вторичные эффекты, когда уже через эти инфляционные ожидания начинается инфляционное давление по широкому кругу товаров. Поэтому у нас здесь принципиально разная ситуация. Тем не менее, даже по отношению к развитым странам мы видим, насколько обеспокоены рынки. А если Фед ошибается, а если инфляция невременная, если она невременная, все прекрасно понимают, что как ответственный центральный банк на постоянное увеличение инфляции, Фед, скорее всего, начнет повышать ставку. А вы уверены, что он будет это делать? Вообще? Есть ли у них запас этой возможности? Но они поменяли несколько описаний своей цели. Они сейчас чуть более толерантны к инфляции. То есть они допускают, что инфляция может какое-то время превышать 2% их таргет. Насколько они толерантны и как будет развиваться ситуация, это то, что является неопределенностью для рынка. И вы абсолютно правы. Если они начнут, если, надеемся, что это не произойдет, но если они начнут непредсказуемо к настоящему времени повышать ставку раньше, чем они сейчас коммуницируют, это, конечно, вызовет серьезные изменения в потоках капитала между развитыми странами и странами, с формирующимися рынками. И Россия тоже может быть затронута этим. Но у России с точки зрения фундаментальных макроэкономических показателей может быть ситуация лучше, потому что у нас не очень большой долг. И в этом отношении эти потоки капитала, мы к ним менее чувствительны с точки зрения внешнего долга. Но, тем не менее, это может вызвать волатильность на финансовых рынках. Надо сказать, что Фед старается сейчас коммуницировать более-менее прозрачные рынки, действительно обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация, и будет ли это инфляционное давление постоянно. Вы знаете, представители Феда выступают просто как артисты. Они каждый день пытаются убедить нас всех, что инфляция временное явление, не беспокойтесь, Фед держит руку на пульсе. Но раз у нас форум глобальной темы мы обсуждаем, еще немножко позволю себе вас спросить. Сейчас очень активно Федеральный резерв, буквально недавно ему подалась информация о том, что они обсуждают социальную направленность центральных банков. Они говорят о том, что мы будем сохранять денежные кредитную политику мягкой, потому что вот нацменьшинства, они у нас плохо себя чувствуют. И если мы рано сверлим... Да, потому что безработица среди них выше, и мы не просто общую безработицу смотрим, а и в том числе... Да, поэтому мы типа не будем повышать ставку раньше времени, потому что мы беспокоимся за национальное меньшинство. Но мне кажется, что центральные банки это не собес, как раньше говорили. Вам не кажется, что идет какой-то перегиб в эту сторону? Но есть некоторое переосмысление, возвращаясь к вашему первому вопросу, не слишком ли большую роль пытаются играть центральные банки, влиять на и климатическую повестку, и на ситуацию на рынке труда. Действительно, такие заявления есть. Мы пока результаты не можем этой политики оценить, потому что, конечно, денежно-кредитная политика может влиять на проблемы неравенства, на перераспределение доходов. Мы знаем, что инфляция – это налог на бедных, да? Поэтому такие косвенные эффекты есть. Но пытаться мерами денежно-кредитной политики исправить вот эти структурные перекосы, я не знаю, сколько это получится, но и потом все-таки это не мандат центральных банков, это мандаты правительств. Центральные банки – это профессиональные органы, неизбираемые, обычно на социальные, на структурные пропорции. Они вроде как-то создавались, чтобы правительство в свои времена... Да, поэтому вот такое размывание границ, угроза размывания границ существует. Действительно, и это следствие того, что в 2008-2009 году центральные банки много на себя взяли, да? Их называли единственным игроком в городе, если вы помните. Да, да, да. И поэтому такое создалось ощущение, что методами денежно-кредитной политики, инструментами центральных банков можно решить все проблемы. Вот не уверен. Вы так же не считаете? Нет, я так не считаю, но вот посмотрите, даже мягкая денежно-кредитная политика, которая поддерживает экономику, она же имеет негативные последствия в виде пузырей на рынке финансовых активов. И пузыри когда-нибудь долопаются. Ну, это тоже надо учитывать. Вот когда слишком широко применяются такие меры, могут быть вот эти неожиданные негативные последствия, пусть в долгосрочном плане. Надо вести, на мой взгляд, очень ответственно на монетарную политику и прежде всего выполнять свою цель, свой мандат. Прежде всего.